4 декабря 2020 года из Турции в Китай в торжественной обстановке впервые отправили в путь грузовой поезд и, соответственно, заработал новый железнодорожный шелковый путь из Европы в Азию. Железнодорожный состав состоит из 42 вагонов-рефрижераторов, груженных турецкими товарами, в основном бытовой и электронной техникой. Поезду предстоит пройти дорогу протяженностью около 8700 километров. Поезд стартовал с железнодорожной станции Черкес-Кьой, что в европейской части Стамбула, прошел пролив Босфор через туннель Мармарай и взял курс на Анкару. Из столицы Турции доедет до Карса, что на границе Турции и Грузии. Отсюда поезд проследует по новому, запущенному в 2017 году транспортному коридору Карс-Тбилиси-Баку. При этом поезд сделает остановку в грузинском городе Ахал-Калаки. В столице Азербайджана поезд переместится на железнодорожный паром, который вмещает 54 вагона и который доставит 42 вагона до казахстанского порта Актау. Отсюда через территорию Казахстана доберется через провинцию Сиан до Шанхая. Вся дорога займет 12 дней. Как показали расчеты, этот путь является самым кратчайшим из Европы в Китай. Упование критиков конкурентов данного турецкого грузино-азербайджанского маршрута, что, мол, он экономически невыгоден, являются несостоятельными. Противники маршрута ссылаются на обстоятельства, что турецкий маршрут включает в себя пересечение целых пяти таможенных границ и осуществление паромной переправы, а, к примеру, российский маршрут всего лишь трех границ и без морских участков. При этом не акцентируют внимание на главном – турецкий щелковый путь является значительно более коротким, чем тот же российский. Ведь получателю товара неважно, сколько рек, озер и морей пересекала посылка с его товаром. Важна скорость доставки груза. А опасения о том, что чем больше границ пересекает товар, тем больше могут возникать пропоны, напрасны. С каждым транзитным государством подписаны соответствующие соглашения. Вагоны следуют без права остановки. В случаях возникновения искусственных помех на пути следования поездов нового щелкового пути предусмотрены огромные штрафы. Поезда по территории Турции проходят 2323 километра. Грузии – 220 километров. Азербайджана – 430 километров. Водный путь на Каспийском море – 420 километров или 233 миля. Казахстана – 3200 километров. И Китая – 2100 километров. Предвестником новой эры для Турции назвал первый звук гудка поезда на станции Черкесской министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караис Майл Оглу. Он выразил надежду, что железнодорожный щелковый путь принесет просветание тем местам, через которые он проходит. А Министерство иностранных дел Турции заявило, что страна продолжит предпринимать необходимые шаги для дальнейшего улучшения взаимосвязи между Востоком и Западом и укрепления своего центрального положения в своем регионе. В будущем новый щелковый железнодорожный путь проляжет от Шанхая через Стамбул до Лондона.